По своему составу числительные делятся на несколько групп. Простые числительные представляют собой одно слово, в котором одна основа. Это, например, такие количественные числительные, как 3, 40, 100, 1000, или порядковые – третий, сороковой, сотый, тысячный. Посмотрите, одно слово, одна основа. Или, например, порядковый, сотый. Одно слово, одна основа. Сложные числительные представляют собой одно слово, но в котором две основы. Например, количественные – 60, 600, или порядковые – 60, 600. 60 – первая основа, вторая основа. 600 – первая основа, вторая основа. В разных учебниках числительные второго десятка относят к разным группам. В некоторых учебниках считают, что это простые числительные, которые состоят из одной основы. В этой основе можно выделить корень и уникальный суффикс. В других учебниках считается, что это сложные числительные, в которых можно выделить две основы. Именно поэтому в заданиях меташколы мы не будем использовать числительные второго десятка. Составные числительные состоят из нескольких слов. Например, количественное 38 состоит из двух слов, или другое, количественное 754 состоит из трех слов. Порядковое 754 тоже состоит из трех слов. Составные числительные пишутся раздельно. Посмотрите, 6853. Это количественное числительное пишется в 5 слов. Порядковое числительное 6853 также пишется в 5 слов. Исключениями являются порядковые числительные, которые оканчиваются на тысячный, миллионный или миллиардный. В таком случае порядковое числительное пишется слитно. Посмотрите, 125-тысячный, или 93-миллионный, или 45-миллиардный. Такие слова выглядят громоздкими, и употреблять их нужно аккуратно. Теперь поговорим о правописании сложных слов, в составе которых есть числительные. Например, это такое сложное прилагательное, как двухметровый или существительная шестидневка. Особенностью таких слов является то, что в них нет соединительной гласной, а числительное, стоящее в начале таких слов, употреблено в родительном падеже. Двухметровый. Посмотрите, первый корень. Шестидневка. Первый корень. Исключениями являются числительные 1, 90, 100, 1000. Если они входят в состав сложного слова, то в таком слове есть соединительное гласное. Одногодичный, 90-летний, 100-кратный, тысячелетие. К таким же словам можно отнести слово «сороконожка». В нем числительное 40 употребляется без значения счета. У «сороконожки» не обязательно 40 ног. И всем нам знакомое слово «треугольник». Пишется также соединительный гласный.